Брат Володя 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 Так, следующая исповедь будет через неделю, то есть через дверь. Это будет седьмого благовещения, я буду потерять, и четырнадцатого здесь будет. Значит, в субботу, тринадцатого вечером готовьтесь, кто еще не исповедовался к исповеди. Ко мне какие вопросы есть? Я еду сейчас больных причащать. Есть что, какие? Вопросы, пожелания? Спасибо, спасибо. Ну все, тогда занимайтесь, я поехал. Здравия Ваша Дума, и Ваше Дума. Так, карта Валентина Павловна, там у меня какая партнер? 101. 101. А карта? 101. 101 и 01. 01, 01. Ну вы, ну, он живет в доме, там я спрашиваю его, вы это что? Помолчите. Так, как зайти? 01, Алевтина говорит. Я не заходил, никогда подавал. 01. Но в свою квартиру-то вы как-то заходите? 92, я набираю свою квартиру. 92 набираете, и потом что еще? Ничего, потом... Вызов. Вызов идет. Вам на решетку не нажимаете? Ничего не надо. Буквы не надо. 101. 01. На бумажку. Ну ладно, все. 101, не за ним. Ладно. Милиция. Ну вот, братья, вторая неделя поста прошла. Первая неделя, конечно, как на крыльях пролетает. Особенно для тех, кто молится здесь в храме. Вот это вот канон Андрея Критского переработанный. Он, в принципе, уже не канон Андрея Критского. Там великопокаянный, там покаянный канон. Он уже оказывается не таким и покаянным. Потому что, ну там все аспекты нашей с вами христианской жизни уже обозначаются. То есть все три ступени молитвы. Покаяние – это, конечно, первое самое. Сразу вспоминаешь те давние времена, когда ты еще был грешник, когда ничего не знал. Но это как бы какое-то просвещение. Я не знаю, те люди, которых Господь не просветил светом истиной. Я хочу сказать о наших братьях, которые выходят молодые. Что-то думал-думал, я и так подумал, а сколько они будут выходить-то у нас? Пока борода не отрастет или что? Братья, если у вас проблемы с тем, что вы бреетесь постоянно и у вас бороться нету, как-то это надо уже решать, потому что это веря или не веря. Как можно жить без причастия? Вчера вы не ходите в субботу. Вчера была проповедь о причащении святых тайн. Мы только потому христиане, что у нас Господь принимает в себя, а мы его в себя принимаем. Написано, Златоуз говорит, вы хотите узнать Христа, какой он там, когда начинают разговаривать о Царстве Небесном? Вы врать-то хотите или не хотите? Непонятно. Так по-простому я расспрашиваю. Но если хотите, надо уже серьезными становиться, а не пацанами быть. Пацаны знаете, как переводится? Это очень маленькие ребятки по-еврейски. Пацаны. Еще пацану, который еще не мужчина. Но вы-то уже и дерзите, и смотрите так. Вы уже сильные ребята, уже на машинах ездите. Уже надо как-то посерьезней быть. Ну ладно, там вы до проповеди не доросли. Это... Так, ну до бороды-то пора дорастеть. Я-то круче был, однако борода у меня... И братья есть у нас такие маститы, которые вообще могли без бород всю жизнь проходить. Слово Божие нам что говорит? Что сейчас, о бороде будем говорить? Я думал, что этот вопрос может быть оставить, там грех какой-то. Это такой грех, который... Пусть она идет. Еще раз говорю. Так, вытащи, пусть она идет. Его назвали... Не хочет. Вытащи ее. Посадь сюда. На нашем соборе... Не надо командовать. ...стоглавом. Блудодейственной ересью. Игнать, Игорь, что там такое получается? Да вот эта упрямца пробка села, и все. На своем оставили. Не хочет. Одна непонятность. Надо объяснять, Игорь. Объясни. Она постоянно там сидит. Они всегда сидят рядом со мной. Пусть обходят и садятся с той стороны. Неудобно тут людям. Зачем командовать? Вот представьте, колени даже не пройти нельзя. Не надо. Сказал, пойдите оттуда. Пройдите. Сюда, Аня. Аня, сюда. Залазь. Проблема, извините, не в том, что здесь не двигаются, а там потому что стоят. У нас же самое простое нельзя сделать. Они все здесь стоят. Больше никогда не садитесь. Сейчас тут забейте. Выдите, и все под сверху равняется. Я сказал, невозможно пройти. Ты глянь маленько. Еще под них подыгрывай. Вначале это пустой зал. Я сказал, сделка положит. Все сделали, заполнили. Люди стоят, но посесть негде. Глупости какие-то. Ну, в общем, это случай еще раз показывает, что начинать надо с себя всегда. Вот. Пока учитель не станет учителем, пока он все сам не пройдет. Христианин не может говорить о Христе, пока он не станет истинным христианином. Проповедь потому не идет из уст, что ты понимаешь, что что тебе сказать-то. Чего ты покажешь, какой пример людям-то. Ну ты это, не хулигань. Как вы можете пойти сказать слово кому-то, кто делает грех, у вас нету дерзновения. Пройдете мимо, ладно, не скажем. Вот они стоят курят, матерятся, делают, что попало. Дерутся друг с другом, как молодые петушки, пацанята. Наши-то ладно еще хоть просто бреются. А могли бы драться где-то уже и пить, вон, лежать в канаре. Неоднократно. Поэтому разговор-то тут идет о тонких грехах. О таких, которыми сатана улавливает и вытаскивает до такой степени. Дело все в том, что они с нами рядом, вот в чем дело. Не было бы их там и уже забыли бы, как говорится, и отрезали. А когда тут с нами рядом, как не говорить об этом. Тем более прям все на глазах. И такой грех-то он, он мерзостный. Они еще не понимают, потому что, как говорится, маленькие еще. Об этом надо говорить со взрослыми. Они не подходят, не разговаривают. Потому что думают, что сами все свои проблемы решат. А они не решатся. А решатся только в аду уже, будучи сгораемы. И мы все это будем видеть с вами. Влиять надо на молодежь. На себя, конечно, тоже. Ну и молодежи надо помогать. Что они знают? Вы сами знаете, как это. Они как первогодки в армии. Еще ничего не знают. Нужно быть хорошим сержантом. Ответственным за них. А мы... Не надо замыкаться в себе. Почему это все? Потому что мало людей ходят на занятия. Вот на занятия кто не ходит, люди. И мне слабо верится, что дома сидят они и занимаются чем-то. Даже если занимаетесь вы дома. Те вопросы, которые здесь поднимаются. Рядом с Игнатием Тихоновичем. С его опытом уже проповедническим и воспитательным. Рядом с братьями, которые очень интересные мысли высказывают. И сестры у нас. Сестры начали трудиться. Это не те сестры, которые были раньше. Раньше редко было, когда встретишь. Сейчас прямо у нас плеяда сестер. Плеяда, это значит несколько. Прямо одна за другой идут. Отличные вопросы задают. Рассуждают. Даже странно бывает иногда. Как такие мысли у женщин? Благочестивые такие, христианские. Очень интересно это. И хотелось бы, чтобы многие сестры ходили у нас на занятия. Все-таки оставались. У нас тут можно поесть. Не знаю, что там дело. С туалетом связано или с какими-то болячками. Еще с чем-то. Стараться. Молодежь. Молодежь это. Оставаться надо. Беседовать. Занятия сейчас у нас проходят в городе. Вот у меня были занятия на Медне. В пятницу. Во вторник. Были. Во вторник были, не были. Сейчас не помню. Во вторник тоже были занятия. На той неделе. Теперь будет у Александра Михайловна. Александра Михайловна, у вас будут теперь? Теперь у Александра Михайловна продолжаются занятия. Александра Ивановна. У Александра Ивановны идут занятия. Там сестры собираются. У меня. Во вторник придете ко мне. То есть. Ну, хотелось бы конечно все вместе собираться. Но сестры так решили. Там им ближе. Легче. И они у Александра Ивановны собираются. Она все-таки попросила сама. И она не ходит к нам сюда. Занятия. Ну, не любят они, чтобы их снимали. Но это понятно, от чего не любят. Потому что боятся что-нибудь такое скажут. А потом там увидят это. И начнут их критиковать, как говорят. Ругать. У нас слова же нет. У нас зидать. У нас только ругать и критиковать. И обзывать. Все. Больше ничего. У нас других сестер слов не знают. Доросли до христианских высот. Нас ругают. Там увидят по телевидению нас. И начнут ругать. Какие мы плохие. Ну, как могут же на вас ругать? А назидать? Ну, это наоборот еще лучше будет. А так-то что попало? Болтать тоже. Ну, а почитать? Почитать. Почитать. Надо читать. Но из этого должны быть благочестивые мысли. Выводы благочестивые. Которые должны назидать нас к жизни. К деятельности написано. Потому что не слушающий, а исполняющий жив будет. Вот мы тут почему все собрались так тесненько. Ну и лепимся. Кто потеснее лепится. Кто так где-то там поводянистее. На какой-то веревке замухрыженной болтается как кишка. Ну, бывают такие. Ну, однако болтается. Рядышком еще не отпал человек. Ну, все. Почему? Почему? А потому что совесть видит, что да, вот тут люди стараются. Тут люди. Хоть они и грубые, и ругают постоянно. Но они стараются. Видно, что что-то у них есть. И любовь у них такая ненежная. Чаю не нальют. Не погладят по голове. Доброго слова не скажут. Любовь. А это все потому, что слабо знаете Слово Божие. Если бы вы ходили на наши занятия, эти все вопросы о спектре христианской жизни нашей, они все нами разбираются. И становится сразу тебе легче. Оказывается, что не тебя одного ругали, да еще и голову отрывали даже. Отсекали. И чего только не было. А главное во всем – любовь Христова. Вот сейчас послушаем Магнатифович. Он тут приготовил многое. Я вступительное слово, все, закончил. Это только вступление, вам сказали. Я говорю-то в основном ввести вас в курс всей жизни. Вчера умер Золотухин. Валерий Сергеевич. Артист такой. У него головной мозг, там что-то, опухоль большая, целый год была. И сейчас терял сознание, не думает о периодовании. И последнюю роль сыграл он. Специально учили его братки, приехали преступника какого-то. Этим и закончил. Он был здесь, вот в этом помещении. Фотография тут была. Он пришел с режиссером. Его привел этот режиссер Кузнецов, Владимир Сергеевич, который ставил фильмы «Пречувствие», а нас там снимал, мы сейчас его. Этот фильм занял первое место на международном киноконкурсе. И второй фильм «Златоуст из Потеряевки». Ну прям весь фильм он в Потеряевке был. Он занял первое место в России. Среди документальных фильмов о православии. Мы маленько тут побыли с Золотухиным и уже столкнулись. Стали говорить, а вот он там где-то вот с пристани храм построил. Я говорю, главное-то храм, это храм души нашей, надо устроить. А у него настолько неблагополучная обстановка, просто никуда не годится. Он друг близкий был Евдокимова, они вместе. У того и другого небрачные дети одновременно родились и кто-то у кого-то. Такое вот все-то пишут. И он о себе открыто говорил. Я, говорит, по телефону когда разговариваю, а сын старший говорит, пап, что ты все время врешь тут? По телефону говоришь и все время врешь и врешь. Ну другой бы скрыл этот бояться, наши некоторые боятся, как бы не узнали. Но вот именно этим он и интересен. Второй сын повесился у него. Легко ли ему было? Ну просто прикинуть, какие там причины не были, но самоубийством кончает ребенок, когда жизнь. Каково для родителей-то? Просто прикинуть себе надо. Православный он был. Поэтому за него не запрещено молиться, у кого сердце расположено. Мы православные можем помянуть. Запрета никакого на это нет. Ну мне сильно не понравилось. Я ни одной роли его, в общем-то, не видел. Постоянно вот это кривляние. То ли Тихонов, вспомнишь там, играет или кто-то. Или Янковский. Это все какие-то, и такое у него изобразилось. И я ему это все сказал здесь. Вот здесь вот. Не храмы строить, а свой храм подготовить в встрече с Господом. И поддержал меня тот, кто привез его сюда. Еще там один был, но я не знаю, какое его звание было. Это вот маленькое такое. Видите, все-таки человек влиял на жизнь. Тут театр отремонтировали. Это тоже как бы ему уже принадлежало. И на Таганке друг Бесоцкого. Готовился последнее этого выступления. Или было и готовился. И сам пошел туда. И сразу сейчас говорит, куда же душа его пошла. В рай или в ад. Как вот у Березовского. Люди вот это вот, знаете, все рассуждают. Не нам, конечно, судить. Но надо думать об этом. Где мы будем. Участь артистов, а такие, которые кривляются, худые роли, играют очень плачевно. Очень. А тут и Охлобыстина, артист одновременно. И такого никогда не было. Пока не кончат с этим артистизмом. Вот эти вот маски сатирические. Тогда не умели делать. А просто маску лепили. Он надевал, перед собой держал. Все это осуждено канонами Вселенских Соборов. Канонами. Настолько отрицательно церковь смотрит на все это. Театральность. Что если он, парень, сохранил себя, юноша, брат во Христе. Его ставят священники. Ну, в 30 лет. А он женится. Она должна быть только девушка. На Порченого не имеет права жениться. Эта кандидатура снимается. Каноны. Но если она девушка, но она артистка, как Пугачева там. Я к примеру просто говорю. Его уже ставить нельзя. То есть рядом язва. Рядом то, что его погубит. Она будет перед ним такие роли разыгрывать. Шекспира не хватит. Поэтому на соборах были люди очень вдохновенные, умные. Я соборами занимаюсь 50 лет. И занимаюсь, ну как это называют, канонистом. Полностью перевел на русский язык, симфонию составлял. И мало-мало есть канонов, к которым бы сердце не прилепилось. А нас заботились отцы наши, чтобы мы никуда не впали в самое плохое, чуждое. Вот здесь про детей говорят. Я сегодня даже пришел и немного сказал. Кто у нас тут воспитатель? Дайте-ка его сюда. Надежда, где она далекая? Надежда, где она? Где она? А, да ты вот она. Значит, вы знаете, был такой человек, Джугашвили. У него было интересное выражение. Кадры решают все. В этом очень большой смысл. Иоанн Хватаус говорит, смотри, вместо пастыря не избери волка. Накажем, чтобы благослови, благослови. Куда, на что благословить? Ты, когда подбирай, кто занимается с детьми, выбирай людей по определенным качествам. Первое качество у учителей твоих должно быть, чтобы имелись страх Божий. Непоказной. Постоянно, демно и ночно имелись страх Божий. Тогда в него мудрость, это начало мудрости, как открывать шлюз. Если этого нет, это непослушная, это зубастая, рогастая будет какая угодно. Щуха, волчица, кто угодно, но только не христианка. Значит, за этим тщательно смотреть. Эти кадры должны быть подобраны Духом Святым. Молиться об этом, кого принимаешь. Поняла? Я знаю, святого такой один-то месяц, опишутся об Епифане. Он не ставил в дьякона, пока наизусть не будет знать псалтырь. Но еще сегодня ни одного не будет. Спасибо, Христос. Я говорил уже об этом. Потому что пороки учителей незрима переселяются в детях. И он насеет такое, что не выкорщивать будет следующему поколению. Ребенок должен видеть пример. Это впитывающая в себя губка. Слова на него влияют. Но слова, подтвержденные делами, они вмонтируются буквально в ребенка. Они все абсолютно фиксируют. Я 40 лет начальник детского лагеря. И ни разу не позволил себе нарушить устав. И дети это все видели. Они знают, нарушенный устав – неотвратимость наказания. Это законопослушные граждане. Они знают, что нигде нельзя нарушать будет конституцию государства. Маленький пример. Я просто из своей практики скажу. У нас были куплены специальные велосипеды для лагеря. Чтобы дети могли кататься. Но поставлено там грань, где костер. И туда где-то поля начинаются. Почему? Там дальше поворот. Он скрывается из глаз. И в другом месте тоже. Чтобы все время были на глазах. И один внизу, другой на вышке. Все время наблюдает. Потому что посторонние люди. Я отвечаю за ребенка. Несу за него моральную, божественную уголовную ответственность. 40 лет ни одного несчастного случая. Ни одного. Ну уж, где был тут быков, Дмитрий Львович, писатель. И говорит, ну и где быть несчастному случаю, когда у вас все вот так вот зажато, вы никуда. Но это стоит того. По 6 человек, как на Азовском море, не тонут с воспитателем вместе. Это чего-то стоит. Ну вот, ребенок скрылся. На вышке сразу тревогон куда-то скрылся. Куда скрылся? Ну он повернул в деревню. Он тут же вернулся. Сразу был разбор. Ездил, не ездил. Не ездил. Солжок 10 раз увеличит. Сразу по следу нашли. Ездил. Велосипед долой. Больше ни разу не сядешь. Ни разу. Но не означает, когда кататься разрешаешь в определенное время, теперь будешь на вышке стоять и смотреть. Я его верну к этому. Но я должен все время торчать и смотреть, где он нарушает. А деревенские пришли, поставили велосипед. У нас написано было, ни у кого у посторонних не просить. Но устав оказался неполноценный. Деревенские приехали. Деревни-то тогда не было, когда устав писался-то. И деревня внесла особую черту. Они приезжают на велосипедах. И они стали у них брать. Еще не спрашивают. Они друзья. Я решил наказать. Они говорят, а в уставе не написано, что деревенские брать? Мы опять в колокол ударили. Устава не написано. Я не могу наказать. Все, это списано. Пока нет закона, нет и нарушения. Библия об этом говорит. Теперь мы срочно оповестились. С сегодняшнего дня у деревенских не брать. А если деревенские дают, деревенским запрещаем к лагерю подходить. Потому что нам нужно наблюдать. Он сел куда-то, укатил. Родители приехали, ребенка нет. Мы живем в уединенном месте. Рядом тополя. Я пошел туда, бежу, оттуда из Чикатило вылазит. Совершенно чужой человек. Из лагеря. А дети по одному идут. Что дальше было бы? Даже вообразить нельзя. Просто молитва и Бог окружил нас. Так что всякие штучки, недомолвки не должны быть у нас. Вот эта вот боязнь записана где-то. Скиньте это все с себя. Это уже таким пахнет. Это не годится просто. Вы помните, что перед Богом фиксируется вся жизнь. Этого тебе достаточно? Ну и все на этом. Плохого ничего нет, только хорошее. Вот интернета боятся. Вчера одна женщина обращается. Она не нашего круга. Где-то там Калининград. У меня сын 17-летний. Их хамит, говорит матери. Что делать? Вы дайте мне совет. Я должен ему составить ролик. И тут же пошли благодарности. Перед тем как идти сюда, одна заходит. Я адвентистка. Но объясните мне четвертую заповедь. Как надо понимать ее по православному-то? Я умею слушать. Я умею слушать. Я говорю, я уже оделся, иду в храм, приду. Хорошо, я подожду. Пришлось срочно, ночью. Но я знал, я затрагиваю субботу адвентистов седьмого дня. Люди-то хорошие. Но я затрагиваю субботу. И у меня абсолютно необычная трактовка. Что весь Ветхий Завет был подготовкой. Христос пришел испомнить и нарушить. С ними борются баптисты и говорят, Господь отменил все. Покажите, где отменил. Закон вечный. Он пришел исполнить его. Да они одну субботу выставили. Это узор взгляда на истину. Это сектантство там заключается. Нельзя отвергнуть. Я должен доказать, что никто субботу не отменял. Но возвысил. Закон возвышен. Там был ягненок и сравнивать надо. Пришел Агнис Божий. Ягненка кололи, резали барашка, козленка. Ложили на 12 камней. Строился жертвенник. Жертвенник. У нас жертвенник другой. Там рога были у жертвенника. Рога за их Адоний ухватился. Бежал Иоав. Маршал, когда Соломон расправлялся с ними, с мытьянами. У нашего жертвенника какой? Агнис Божий положен был на жертвенник. Когда в жертву проносили какой? Крест. И вот она раскинула руки. Это рога его, жертвенника. И он, Господь, руками как ухватился за него. Вы вдумайтесь в это. В Ветхом Завете было написано, не убей. Заповедь простая. Не убей. Не убей. А в новом, гневающийся на брата, человека-убийца уже. Видите как? Это заповедь, она не ушла. Она возвышена. В Ветхом Завете не прелюбодействует. Точка стоит. Тут понятно. Любой мусульманин докажет и голову отрежет за прелюбодеяние. А у нас другое. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. Уже занесен в эту графу. Его никто не отменял, тот закон. Он возвышен. И субботу никто не отменял. Суббота означает покой. А что она означает? Означает покой, дарованный во Христе. Я все местописания выставляю. Почему? Господь окончил творение в шесть дней. И в седьмой почил от дел своих. Значит, в честь того, что Он сотворил, теперь почивает. Но ветхий-то мир, этот, который был-то, вишающий павший грех-то, это не кончина. Написано, творю новое небо, новую землю. И старое не придет на память. Я должен эти места показать. Старое не придет на память. А какое? Творит нового человека. Показано опускается сосуд животное. Я не ел ничего нечистого. А речь сошла не о животных. Ты не посчитай ничто нечистым, что Бог осветил. Это языческие народы. 2896 наций. Присмыкающиеся птицы и животные. Петр видел там, 10 глава. Где они-то? И что? Теперь вот эти животные, там чистое и нечистое. Здесь все чистое, что обращается. Троекратное поднятие. Василий Великий говорит, это троекратное погружение в воду. Все объяснено. Я это все выставляю. Субботу никто не отменял. Но надо помнить, что много дел на земле. Но самое важное дело, самое наиважнейшее. Это проповедь о Христе. Благовестие. Благовестие. Почему? Апостол Павел говорит, меня Господь Христос послал не крестить, а благовествовать. Назначение вселенского учителя только одним словом. Благовествовать. Священное действие, благовестие. Священное действие. И всех послал Дух Святой. Куда идите по всему миру? Последний наказ Христа. Это проповедь, да? Так вот, Христос в пятницу был распятый. Он умер на кресте телом. Иосиф Аримопейский выпросил тело. Тело лежит. И в воскресенье, там, может, минут десять хватило воскресенья. Это первого дня недели-то. Он воскрес. А Душа? А Духом сошед в преисподние места проповедал. Первое Петра, там перечисляется 3, 19, 21 и далее. И 4, 6. Второе послание Петра. Для того мертвым было благовествуемо. Мертвым? Мертвым? Какие мертвые? А во время потопа, которые умерли, Христос душою сошел в преисподние места. Адвентисты говорят, это он на землю с неба сошел. Земля нигде преисподняя не называется. Это уже выдумка. Он духом сошел. Как он сошел духом? Нет объяснения. И я все это объясняю. Я не говорю о том, когда праздновать. Просто давайте Писание посмотрим. Женщина, когда рождает, терпит скорбь. А когда родит, не помнит себя от радости. Рождается новый мир. Господь говорит, вы будете печальны. Но вы разрадуетесь. Когда? Когда увидите меня. Он прямо по... Евангелие от Иоанна об этом говорит. И ученики идут печально. В МАЗ. Он спрашивает, а чего такие печальные? Они говорят, ты как будто не слышал, что тут случилось-то. Они еще не знают. Радость уже идет рядом с ними. Как в одном месте маленький такой пацаненок идет и спрашивает. Мама, а у тебя мечта была когда-то? Да, была у меня мечта. А сейчас где она? Да идет рядом, да вопросы задает. То есть мы должны во всем увидеть нежность Господа к нам. И он медленно, пять тысяч пятьсот восемь лет до Рождества Христова от Адама поднимал человека. И наконец еще тридцать три года. И наконец это божественная радость. Радость спасенного грешника. Он воскрес. И многие из бертвых воскресли, явились в Святой Град. Какая была радость. Ну ни одной книги не написано. Они вернулись-то живые. Вернулись в телах, в обновленных. Вот я говорю, у нас мэр города погиб. Я близко был знаком с ним. Баварин. Он входил в десятку лучших мэров России. Ну и представьте, сейчас бы он воскрес. Но сказали бы ему, что, ну, кто-то там-то, кто руководит этим-то. Как говорят апостол Петр. Сказал бы ему, мы тебе, Владимир, даем жизни. Три дня. Или три месяца. Но только жить ты будешь чисто по-христиански. А чтобы узнать, где жить, на ползунавшей съезде, где ты там был. Чтобы он пришел ко мне, и я ему сказал. Одеваться будешь так, как я. Питаться, как я. Вставать вместе со мной, молитву и жить со мной в одной комнате. На втором этаже моих нар. Нары как-то. Согласен или нет? Да ему больше выбора-то нет. Он согласен. И представь, как мы сейчас пошли. И он заходит там кремневый. Там ко всем парторгам. И рассказывает, как он был там. Что он видел. Как подпаляют там бока. Маленько раскинуть. Те люди вернулись. Они же где-то были преисподней. Они явились к родственникам во Святом Граде. Что они говорили? Мы не будем гадать. Только можем сказать одно. Они могли сказать, что Господь их вывел. И Христос в субботу трудится проповедует. А покой наступает воскресеньем. И Ветхозаветная суббота. Она указала на воскресенье на первый день недели. На новое творение. Творение закончилось. Он вывел все. И теперь воскресу отдых почил. В воскресенье, первый день недели. Христос уже ничего не делает. Он просто является учеником. И они возрадовались. И это вчера выставил. Я знал, что будет. К утру как взрыв какой в интернете. И главное, такие важные не отвечают. Такие они спокойные. Бритые в галстуках масонских. Все. Но тут как начали все время не осуждать. Тут как бросились. Все православие зубами буквально рвут. Вот и все. Вот ваше неосуждение. Надо знать, где болевые точки. Притом я сказал в конце. Адвентисты это хорошие люди у них. Постарайтесь. Немного уменьшить децибелы. Мы говорим о сегодняшнем буре. Научите с детьми. Дай кого-то из воспитателей еще сюда. Игорь. А, вот его. Вы знаете как? Нет, я время от времени возвращаюсь к этому. Вот представьте такую ситуацию. Отдайте книжку. Родители замечают, что ребенок-то растет, а делать ничего не может. Его не учат. Он же не еврейский ребенок, а Гоевский. Ему молоток дали. Он стоит целый час по пеньку колотит. Ну кому это надо? И они подумали, у него талант барабанщиком быть. И дед с бабкой с пенсии скинулись и купили ему барабан. А это ему теперь парнишки-то, а ему пятят все по барабану. Он целый день молотит. Люди форточки закрывают. Вызвали милицию. А родители говорят, он после одиннадцати спит. А устав так и гласит. После одиннадцати шум не создавать-то. Никто не знает, что делать. Другие выдадут. И надо прикормить его. Там шоколадки дадут и риски. Он слопает еще хляши. Долго. Он задолбал весь квартал. Да ходит еще не один. Да повесил сюда. Ну а как его? Их еще нет. И нашелся же один мудрый человек. Подошел с ним. Познакомился. Как тебя звать? Вова. А кто тебе подарил? Ой, да бабушка какая хорошая. И деда. И деда тоже. Там тетя участвовал. Барабан дорогой. Вот все. Толковый пацан. Он говорит, а вот совершеннолетие тебе будет. Они что-то тебе подарят, наверное, еще. Ну да, он знает, подарят. А может быть они там в барабане скрыли это то, что хотят. Тебе не говорят-то. После этого вся округа отдыхала. С крыма ротала. Шаг. Ждали. Надо, значит, найти, что в животе хранится. Православие-то изнутри еще посмотреть. Когда люди обижаются на что-то или заделятся на нас, не надо спешить с ответом. Многое хорошее у врагов, которые нас не любят. Им не за что нас любить-то. Сколько же мы натворили-то? Мы это. Я православный, говорю. Меня хотя не было. Я должен принимать все. И вот сейчас выступает за это. Пусть сирать. Никто не знает, как переводится. Спрашивай, а как это переводится-то? Ну вы перед телевидением. Рядом сидит отец Глеб Якунин. У него так что-то, я знаю, с руками парализован или что-то. Ну он-то у него работает трезво. И там какие-то отошедшие от православия. Ну видно, и женщина одна. Вы понимаете, это всегда был антагонизм богатого к бедному. Вот эти наши девушки, девицы, невинные девицы там эти. Блудницы. А эти богатые, церковь православная нападает и начинает с этой стороны. Вы понимаете, это гонимо, это мученики за веру. Они хотели, чтобы церковь не связана была с государством. Они молились там. Богородица про Гани Путина. И это на полном серьезе все обсуждают, сидят. Какие мученицы появились. Это ходатый зарод человеческий. На полном серьезе все это говорят. И одна ведущая говорит. Я вот все думаю, говорят, тело Христова, тело Христова. Я спрашиваю православных, а что это такое-то? Ну мы, то есть они причастились, благословились. Дальше ничего не касается. Тут она правильно объясняет. Вы отвечаете православное за все, что творится. Почему ты молчишь, что патриарх не так поступает? Почему ни одного письма не написал? Почему видишь, что священник живет в сто с лишним раз богаче тебя? Почему ты не подойдешь, не скажешь? Или не напишешь? Это говорят люди, которые против церкви. Но там есть много зерен. Их надо выбрать. Я вчера посмотрел, они даже не знают. И они назвали это себе, пусть рает, это не получается. Взбесившееся влагалище. Название какое? Это не просто так. Это не просто разбратники. Они пришли там где-то в какой-то музей. Разделись до гола и совокуплялись в открытую при детях. А у одной две недели до рождения еще ребенка было. Это все опубликовано. И они мученицы. Я не про них говорю, я говорю о том состоянии, в котором мы дошли. Возможно ли это было когда-то и где-то. Господь, говорит, нашел бы хуже, дал бы хуже вам правителя. И нашел бы еще более скверных сквернавок таких. То они бы пришли еще поплясали на куполе, может, храма Христа Спасителя. Это для нас, чтобы мы задумывались. Когда говорят, скажите, они осквернили, скажите, как они осквернили святыню? Конкретно. Били, рубили иконы, нет. А что там зала сдаете, и там танцуют, и что попало за деньги? Почему вы об этом молчите? Вот этого бы не было, значит ничего и не было. И далее перечисляют, что там вытворяют в других залах. Там никто не запрещает снимать, все снимается так. Ну только снять какое-то, на сколько? 450 тысяч заплати. Нельзя. Ну вот здесь снимали адвентийство, 100 тысяч. Они наденем и все. Это я беру то, что мне известно. Это все требует внимательного рассмотрения. И понять, что это Бог допускает по любви к нам. Чтобы мы не были подобны, как они. И что они возникли от этого все, от нашей сырости. Иначе бы этого не было. Проще всего сказать, такие это захватить, посадить. А сегодня уже понимают, что же наделали-то посадили. А я уже с первого дня, вот сегодня они танцевали, я к вечеру в интернет выставил, не прикасайтесь к ним. Не патриарх, никто не поняли. Сразу властью, а властью взяли, она сидит. А сейчас везде-везде собрания, конгрессы там. Во всем мире, притом не в России, за них. Это целенаправленная программа разрушения России. Это все говорят. Но мы-то где оказались? За них кто молился? И она говорит, тут у вас написано проповедовать. Вы, христиане, пришли по благословению, получили. Почему не идете проповедовать о Христе? Все заглохло. И это говорят люди, которые не расположены к православию. Я говорю про невзор во главе этих желающих нам добра. Я говорю, не хочу, чтобы попов с колокольни снова скидывали. В этом тоже есть слова. Нам понятно это? Не считать за врага тех, кто с нами не согласен. Это первое. Второе. Сразу его взять на заметку и молиться, даже не зная, как его зовут. Вот, Господи, помоги ему. Он, видимо, хороший человек и хочет мне добро сделать. За того, говорит, он неправильно сказал. За намерение поцелуй его. За намерение. Он желает нам лучшего. У нас есть дела, к которым мы приближаемся. Но не знаем, как дальше все будет. Я говорю, как мы выезжаем на благовестие, и уже начинает кое-что проясняться. Вот. У нас график, так сказать, маршрут составленный. Вот брату дал Николаю. Он расстояние взял, сколько примерно стоит и как. Чтобы нам не ошибиться, нам нужно примерно 10 тысяч евро. Это 400 тысяч. В общем, сходится. В прошлом году мы это на горючее. На горючее потратили 222 тысячи. Как-то получилась цифра. А тут в два раза дороже. Ну, оно получается, так к тому и выходит. У нас ничего нет. Поехать вы не можете. Поэтому я говорил, откладывайте. И через неделю и две наш экономист, Людмила Степановна, вот, она рядом, спросит вас. И вы ей скажете, у кого сколько отложилось. Я говорю, за машину почти половину не собрали, все зависло на мне. Она куплена, она работает. Теперь, Грузия отвечает. Мы соберем тут всех, кто есть. Монахов, вплоть до епископа. Нас уже ждут. Ждут. По всей вероятности договоримся, что нас будут сопровождать в Армению. Дальше. В Германии сегодня договариваемся только. У них там с аппаратурой неладно было. Это родная сестра Тамара, которая вот умерла, ее. Сегодня она на меня наконец вышла. Это помогла вот сестра Нина Александровна. Соединились мы. В Греции. Те сразу поставили тормоз. Никаких один день. Вы остаетесь минимум на два дня. Мы людей собираем. Может, мы проедем даже на фон. Люди ждут. Какое же мы имеем право? По-другому. Так, в Англии вот затруднение. Она в Шенгенскую зону не входит. Я вышел на Раису Юльевну и говорю, ты там попытайся. Знакома же была в Потеряльке. Директор Оркестовского института. Она вышла на нее и говорит, я послала. Ну, сама в отпуск. В Малюте на два месяца уезжает. Юля, где она у меня тут? Она нашла старый адрес. Я на эту Ксению это взял и отправил в Лондон. Ну, буквально не прошел день. Ответ пришел уже. Она... Ну, то есть, ее нету там в Англии. Она директор института. Она по всему миру ездит как социолог. Все собирает. И, главное, по вере она работает о верующих. Она нам очень понравилась. Была в Потеряльке. Представь, с Англии. Теперь Останкино назначают человека сопроводительного. Едут в Барнаул, поворачивают и едут на Потеряльку. Она... Представь, какие же это люди-то. И она такую богатую статью поместила в интернете. Как-то... Община Игнатия Лапкина в сибирских степях. Как-то вот так вот. Все, что говорила, она книги у меня даже, кажется, купила. Для слова Божьего. Она все написала. Ни одного слова не могу у нее исправить. И она ответила. Меня в Англии нет. Я нахожусь в Петрозаводске. Кто знает, где Петрозаводске находится? В Карелии. О! Зачем она туда приехала? Я ее не знаю даже. Зачем я знаю, что она там работает. Она с людьми работает. Встречается. У нее опыт. Ну, директор. Во-первых, она по всему миру колесит. И всякие верующие там. Буддейство. Ей нет какого разницы. Она доходит до сути. Как, что, какие взаимоотношения. Как уверовали. Что означает, что эта вера дает. А она относится к англиканской церкви. Это единственная церковь, с которой православие не расходится ни в чем. Практически. И готовилось объединение перед самым революцией. Объединить все вместе. Они доказали, что у них истинное рукоположение. Англиканская церковь. Ну, это в Англии. Это еще до революции. Синод уже готовились к объединению. Говорит, уже все готово было. Но обстановка изменилась и не было. И когда она была здесь, она подтвердила. На нее вышли. Она говорит, у меня знакомых нет в Лондонской библиотеке. Нам в библиотеку прорваться-то надо. Но я постараюсь на все связи нажать. Я жду. Помолитесь о ней. Ей зовут Ксения. Я не знаю, то ли она русская или что. Она абсолютно без акцента говорит. Абсолютно. А обо мне такие басти в интернете. Даже ее у меня Юля. Она выстояла один материал. Будто бы я... Ну, в самом деле это так и было. Я был в Харькове. Ну, я иду. В Киеве было. Иду. Ну, мимо... Вдох японская делегация. Они выскочили оттуда. Меня за руки схватили. Японцы. И по ступеням. Я едва переступаю за ними. Подбежали. Повернулись. Тот там ищакнул. И они мне там по-своему что-то говорят. Гид говорит, извиняется. Говорит. Ну, шибко в уши. Русский человек-то. Одеты, как я в сапогах. Они меня не разговаривали. Вырвали из наших. Скорее на это. На паперс. Фотографировались. И все. Видимо, один из этих поступков. Это не один раз было. Мы стоим в аэропорту. Ждем посадки. Рядом стоит епископ. Такого роста. Этот. Русанцев. Митрополит Валентин. Вдруг шведы подходят. Все, лежу, крутятся. А потом подошел один по-русски разговаривает. Неплохо. Скажите, а можно вас сфотографировать? Это тип русского человека. На архиерея не смотрит. А я стою согнутый. Тут пигмей вот такой. Ну, у меня мешочек. Это военная гимнастерка на меня. Я ехал в Америку. То есть, они ищут что-то другое в нас. Вот, когда эти башни-то где свалили? Торговый центр. Мы только с крыши спустились. Я там был. Я не спустился. Полицейский подходит. А можно с вами сфотографироваться? Полицейский. Они такие огромные, здоровые. И говорит. Вот, смотрите. Америка будет все хуже и хуже здесь будет. А Россия будет вставать. Не знаю, для меня ли он сказал. Или действительно в это верит. И вот поставили материал такой. Будто бы я возле храма где-то был. Ну, повыше там на ступеньках. И вдруг проходят люди, итальянцы. Остановились, смотрят на храм и говорят. Да, вот русские люди. Бедно все же одеты. Видите, какая рубашка потертая, сапоги стоптанные. И вдруг называют Лапкин Игнатий Тихонович. Ну, может быть еще кто-то есть Лапкин? Я не знаю. Но даже Игнатий Лапкин в интернете нигде больше не повторяется. Нигде ни разу. Ни ВКонтакте, нигде. А еще и Тихонович тут вообще запредельно. Я стал догадываться, что видимо так. И вот делегация стоит, разговаривает. Он говорит, посмотрел. И вдруг, говорит, на чистейшем итальянском языке, без всякого акцента, стал говорить. А у нас главное это не плоть, а душа. И стал говорить. И то же самое вскоре тут получилось с английской и немецкой делегацией там на чистейшем языке. Я так ахнул. Я ни одного слова не знаю, кроме Милана и Робертина Ларетти. На это мои знания окончились. Да, я готовился итальянский язык изучать, когда готовился в Институт международных отношений. Но это только думы были. Мне не дали. Я КПСС не принадлежал. И вот такие легенды составляют. Мне выставили в интернет. Ну, Юля где-то там. Ну и правда я зашел. Вот действительно. И кто говорит, ты даже не подумаешь. Архимандрит. Там и Вомин. И фотографии. Все. Я был. И были делегации. Но ничего дальше этого не было. Знаете, русский народ любит по басенке. Сказки где-то. Прочитал. И что же за этим заложено. У меня здесь приезжал, может помните, писатель Александр Иосифович Нежный. Кто помнит его? Вот видите как. Ну я от себя могу только сказать. Редкой души человек. Талантливый. Смелый до безрастутства. Все, что сотрудничество церкви с властями. Это он опубликовал в журнале Огонек. Тогда был Харшев Константин. Уполномоченный при Совете Министров. И он с ним все это беседовал и все опубликовал. И вот однажды на одну тему мы с ним коснулись. О протоколах сионских мадрецов. Он говорит, да да выдумка все. Царская охранка. Даже если выдумка, ну получается это все как там написано идет. Я возьми добрякнул необдуманные слова. Я говорю, верят в эти протоколы все кроме евреев и полукровок. А у него кто там мать или кто еврейка была. А он четыре тона моих хотел дать рецензию открытым оком. Он отрезал меня навсегда как будто бы. Навсегда. И вдруг он пишет после этого роман. И выводит там одного героя. Его называют Лапкин Игнатий Тихонович. Но чтобы я уже никак не подумал, что обо мне этот герой на 150 лет раньше меня родился. И главное тоже там сторож. Ну все. Все как говорится скопировал. Я посмотрел, ничего плохого там нет. Но зачем он для своего героя, что и Лапкин, да еще Игнатий и Тихонович. Я говорю, нет, нет, вернусь, почитай, не знаю. Или увековечить нашу дружбу. Или он сдержал со себя, ничего хуже не написал, но все-таки пометку сделал. Я сейчас был, ему через отца Кирилла послал Новый Завет и прочее. Его звать Александр. Я для чего рассказал. Между нами даже не черная кошка пробежала. Ничего вообще не было. Кроме вот этих слов, которые я сказал. Ну конечно я сказал, как бы обращая конкретному человеку, как это не верить, когда все знают. И я пытался примирение. Я даже не знаю, что во вражде мы. Ну помолитесь. Моя молитва, видимо, не доходит. Уже лет семь и я никак с ним не наведу контакт. Мне очень хочется снова быть с ним. Он чрезвычайно добрый. Какой-то организацией древо жизни был. И он ездил по ГУИН, по тюрьмам. И мне говорят, вам надо компьютер. А то у меня не было. Я говорю, а зачем он? У меня машинка есть, пишущая в Украину. Вот какое мое сознание-то было. И потеряю компьютер. Он подарил. И он приехал тут, я не знаю, компьютеру 12, что ли, подарили тюрьме на администрацию. И он здесь был. Вот это комиссар дьявола про Ярославского, это его. Вот эту книгу я распространял допрос патриарха. Это у меня тогда Цуриков ее брал, тут Баварин. Я много оттуда получал, продавал здесь. Это он. Он единственный из писателей, который имел доступ к архивам КГБ. Потому что представитель КГБ Крючко был его дружок. И он ему разрешил тайное святая святых КГБ там быть. И он сидел и все выписывал, выписывал. И говорит, напишу бумажку, да спрячу, напишу, да спрячу. И он это все вывел и показывает, где находится документ, какая полка, какая связка и прочее. Его звать Александр Иосифович. И он мне нужен. Когда вспомните мой этот рассказ, вы помолитесь о том, чтобы нам снова стать прежними, какими бы были. Дружба была разрушена, то по моей вине полностью. Он ничего не сделал, но я-то не знал последствий слов. Видимо, я задел, обидел. Ну, просто так вот есть, как есть. Вот сегодня говорили о занятиях. Знаете, вот занятия здесь не остаются. В городе в нескольких местах наши общины ведут занятия. И некоторые вообще ни разу не были даже. Вы сами исследуете. Почему? Те, которые ходят сюда, ни разу не пропускают. Они там ходят и тоже ни разу не пропускают. Значит, причина-то в чем-то. Я вам говорил, пока прошлый год у нас общины не было, мы собирались три раза в неделю по два часа. По два часа. Один день у нас был и Новый Завет по порядку шли. Второй у нас был, если идти на Откровение Анна Богослова, кажется, проходили специально. И третий противосектантский. Как уметь защитить православную веру. У нас просто кружок такой людей был. Вот вы для себя это возьмите. Проверьте хотя бы сами себя, почему у вас нет нигде на занятиях. Ну, подумайте. Это не будет всегда то, что у нас есть. Это очень быстро может кончиться. Мы думаем выезжать. Витя приезжал на той неделе. Паспорт дал. Теперь мы данные все отправляем. Получить приглашение. Тут брат Севастян снял как-то там два варианта этих. Ну, какой-то новый такой, как назвать, ксерос. Но в электронном виде он приготовляет все. Я уже отослал и буквально через час ответили. Приглашение послана из двух стран. Мне сейчас нужно фейсбук поставить, чтобы я пробился в Португалию. Тогда весь путь нам открыт где-то. Я не знаю, какая-то система связи. То есть у меня не хватает знания. Мы записываем ролики. Записали про субботу. Ну, как есть. Вот этому юноше, чтобы он не был хамом. Что за этим вас последствует и прочее. Мне нужна тоже помощь. Я как-то говорить стал. Сам со стороны смотрю. У меня нет живости. Я уже через полтора-два часа записи я уже начинаю как будто уставать. Мне даже стыдно говорить это. Ну, голос какой-то вялый. А мне говорит, брат записывает, Володя говорит, это то ли усталый. Я еще могу сказать. Одна девчонка вот такая маленькая лет пять. Может видели в интернете? Она там, ну, у них какой-то ищут таланты на Украине-то. И она выходит. Как тебя звать? Диана. Ой, какое хорошее имя. Что вы принесли? Стихотворение. Девчонка с сережкой маленькая такая. Какое стихотворение? Ну, сначала ее спрашивают. Что ты живешь? Что любишь? Ну, она говорит, где в садике? А кем-нибудь дружишь? Да, дружу. А с кем? Ну, со всеми. И во дворе у меня еще есть мальчики. А эти взрослые там в зале-то сидят хохочут. Да, а эти сидят, которые в жире-то говорят, а этого дядю возьмешь, друзья, а что с ним делать? Опять всех хохочут. Она девчонка острая на язык и начинает рассказывать о бабушке. Бабушке плохо, все в стихотворной форме, такая жестикуляция у нее, так голос поставленный. Ну, и бабушка говорит, врача надо вызвать. Врачи поставили укол, уехали. Бабушка, выйдем в мячик, поиграем, попрыгаем. Бабушка, пошла бы, да годы мои потеряны за горами, за долами, за морями. Да, бабушка, ну припомни где, найду я эти горы долго, да вернем мы эти годы твои. А в зале сидят там даже мужчины и сидят слезы вытирают. То есть они нащупали вот это сокровенное в человеке, когда дитё воспитывается любимой бабушкой. Она пойдет за горы, за горы, за моря, она найдет годы бабушкины, я найду их, бабы, годы твои. Люди работают, а у нас божественное все в руках. И нужно как-то сделать так, чтобы для детей было интересно, захватывающе. Я никогда не преподавал какой-то детям сидеть за столом. Я люблю это, ну кажется, по берегу моря бежать, волны топтать и на ходу ребенку говорить, чтобы он все это видел. Мы идем за ягодами в лесу, я вижу птиц, все разъясняю, остановимся и начинаем молиться. И опять молимся о всех обездоленных, в заключении слепых, больных, старых. Ребенок должен в себе поселить сочувствие, сопереживание. Его голову можно раздуть вот так, но он должен жить этим. Я говорю для вас, бабушки. К вам приходят внуки, не закармливайте их. Расскажите, как важен этот ребенок и как будет не доставать его, если что с ним случится, чтобы он берег себя. Ты очень нужен для нас и для Господа. Чтобы ребенок в своих глазах стал более ценным, чем он есть. И то, что ты имеешь, лучше этого ничего. Ты не можешь просить у Бога, что он даст. Показать, которые вообще ничего не имеют. Показывают бешеные волки там в Чечне. Заложников берут, девчонку, понимают, и пальцы отстреливают ей. И пальцы родителям посылают, и она сидит и плачет и плачет. Возьмите, они меня убьют. Волки бешеные. Это что, Коран повелевает им так? Выкупа нету. Русские строители приехали, и они их всех захватили за лошадь, и строители вывели, и всех расстреляли. Показывают, как расстреляют. Как валят на землю, горло втыкают в нож, и дальше голову отрезал, и на туловище положил. Это все заснято. Нам есть о чем подумать, что у нас есть. И я думаю, если Господь позволит, мы по этим местам можем проехать. Может быть. То есть, я спрашиваю сейчас, потому что Южную Осетию нельзя захватывать. Дагестан. И наши Грузии не принимают. Они считают, что это районы оккупированные Россией. Я спрашиваю, а как проехать через Владикавказ? Мы не знаем. И у апостолов не было страха. Они в страну людоедов, как Фоба, проникали. Людоеды. Это самое лучшее кушание человека. И они туда проникали, несли слово Божие Евангелие. Мы можем попасть туда, где нас никто не ждет и не звал. А мы, может, как раз там и нужны. Мы, может, с Кадыровым встретимся. Нам есть, что сказать. Сказать о добром, что есть. И сказать, что недоброе. И коснуться самой сути. Потому что людям нужно, говорят, живое Евангелие. Они в интернет зайдут. У нас тысяча сорок роликов стоит про нас. Тысяча сорок. Это я пока все в подготовке говорю. И мы не знаем, сумеем ли мы проехать и дальше. Но подготовка идет там совершенно нормально. Пока никаких недостатков нет. Отремонтировать как машину. Теперь будем думать, как послать туда, в какое время, сколько, высчитываем, куда. Потому что нас сместили, где наша база будет далековато, к югу, в Ростовской области. Пока не найдут, где севернее, на Смоленск. Я подумал, не для того ли там наша база, чтобы мы успели нынче обойти хотя бы городов 100 с селениями ниже. Это примерно так. Вы понимаете? Вы с нами вместе, дорогие и любезные, будете. Мы начали с соседних деревень. Наконец прошли по всему Алтайскому краю. Прошли до конца страны, до Тихого океана. Это никто никогда не делал. Я молюсь все время об этом. Постою, не меньше 7 раз в день становлюсь на молитву. И прошу, Господи, если это не от Тебя, поставь преграду, как Эльбур. Чтобы не переехали, не перешли. Если Тебе это не угодно. Вы попросите об этом, чтобы Бог показал, угодно или не угодно. Мы своего не ищем. Нам это не надо. Но если это от Бога, а мы это не расслышали, как мы отвечать будем? Или что-то, где мягко-сладко, где нас, говорится, по спинке гладят. Мы должны идти туда, куда Бог посылает. Не советуясь с плотью и кровью, Павел говорит. И он куда Павел шел? В Испанию шел. Упоминает Испанию. В Испанию, пешком. На слах. А мы-то на машине едем. Чтобы пропустили нашу машину. Сегодня Николай мне сказал, говорит, 50 тысяч километров мы проехали с лишним. И только одна была авария. Ну вот, в горах подскочил камушек и пробил. Только одна. Ну вот, в Европе, говорит, другие дороги, это, наверное, лучше наших горных. Конечно. Там один камень. Ну, опять же, дело Божье. Запасное должно быть. Как питаться, как что, где, как, ничего пока не знаем. То есть, все приблизительно. Мы хотели сегодня начать уже рассмотрение. Я вижу, Николая уже нет, опять не получилось. Батюшка, наверное, ехал. Понятно? Батюшку, наверное, повез. Поехал, да? Повез. Ну, я ему сказал, он не проявил. Не проявил. Мы только еще готовимся, а люди уже готовятся. Сегодня мне Украина ответила. Уже готовят людей. Как собрать? Видите, я называю уже конкретные страны. Откуда, как заехать, где свернуть, когда по трассе поедете? С кем встретиться? Да мы тут сейчас поеду, сейчас прямо сейчас пойду к смещеннику, предупрежу, чтобы был этот человек, который в Потеряевке приезжал, принимал крещение. Александр Сыковский. Видите как? То есть, мы уже начинаем где-то протягивать ниточки. И, может быть, удастся. А когда вернемся мы, уже предвкушая радость, представьте, мы вам будем рассказывать фотографии, что мы вот там-то были, сколько вам приветов привезем. Нам-то это не надо. Меня сейчас тиктанцы спрашивают, они там биографию мою смотрят, да у вас же спина там, грыжа. Как вы поедете? Понятия не имею. Может быть, лежа поеду, но я все равно поеду. У меня в жизни преград никогда не было непреодолимых. Никогда. Почему? Мой Господь. Яхо с нами, Бог покоряйтесь в языке. Я твердо в это верю. Но только, чтобы не искали своего, а мы ничего не ищем, мы никуда не приобщаем. А если встречи будут, будем в Санкт-Петербурге. И, может быть, встретимся с Невзоровым. У меня есть желание. Я 30 роликов его озвучил, дал. Может быть. Он школу атеизма ведет. Интересный сам по себе человек, но страшно ожесточенный. Даже не выскажешь как. Как будто даже не человек это совсем. Большие нападки везде идут на патриарха. На патриархию. Да, опасно. Но я подумал другое. Они меня давят, как говорится, жуча со всех сторон. Но их сейчас настолько долбят. Я думаю, им не до меня будет. Мне какое-то послабление будет. Прямо целые коллективы там разные собираются и везде и всюду все подыскиваются. И говорят, ну выступает даже священник, отец Глеб Икунин, он 7 лет отсидел в свое время, за дело Божье. Это единственный священник у нас в стране остался такой. Но он там против. Его патриархия запретила служение. Он какой-то православной апостольской на Украине там служил. Я с ним был. Я его знаю. В книгах есть фотографии, мы с ним стоим. Освободились мы в одно время с ним. Чтобы ему Бог дал здоровья сколько возможно. Он как-то сидит и бумагу даже не может взять. Вот так у него руки скрещенные гляжут. Что у него? Или со здоровьем, или где-то он попал. Ну мало ли что было. Его звать Глеб. То есть Невзоров Александр Глебович, а это отец Глеб Якунин. Он 7 лет отбыл в якутских лагерях. И чрезвычайно мужественный человек. Когда ему 7 лет накатили, то ему сказали, откройте, кто вам дал данные, которые КПСС там, какой съезд был, что с церковью, как делать. Тайна это. Фуров. Завидовладел. Половину срока мы тебе сегодня же скостим. Он на это не пошел. Отсидел полный срок и вернулся. Его звать отец Глеб. Мы каждый день молимся, кого я вам называю. Ну и вы, если кто расположен, себе черкните. Наша молитва может быть в помощь им. Иногда бывает достаточно одной молитвы, чтобы все струнулось. Вот местность, дождя нету. Все молятся, храмы открыты, дождя нету. И все нашли там подвижник один подвязать. К нему пришли и умоляют. Он говорит, какой я подвижник, я грешник-то. Но один раз помолись. Не закончили молитву на ровном месте. Тучи на чистом небе засияло. И все, как пророк Илья. С ладонь. Сначала облако и дальше пошло. Мы не знаем, от кого нам будет главная помощь. Поэтому я ко всем обращаюсь, а вы друзьям передайте. Так. Вопросы? Владимир Тихонович. Давай. У меня не вопрос, а объявление, как у нас смотрителя, наблюдающего. Значит, вопрос актуальный. Об юбках мы уже давно не говорили. Не будем говорить, пока вроде все нормально. Но вот в отношении того, что говорят в храме, я должен сказать. Потому что участились эти случаи. Не далее, как вчера. Делаю замечание сестре. Она еще и размущается. А я, говорит, вот прошу прощения у сестры. Ну в храме-то зачем это делать? А где же делать? Как будто не знает, где делать. Выйди в другое место и там прости прощения. Разговаривай. Что написано в уставе? Да не только в уставе, а в Слове Божьем написано. Жены ваши в храмах домолчат. Чего тут обсуждать? Я могу догадать, о ком ты говоришь. Какие свои мысли нужно доводить? Так что имейте в виду. Не только в нашем уставе это написано. Это Господь говорит. Жены ваши в храмах домолчат. А о мужьях вообще разговора нет. Потому что муж должен вести свою жену. Тем более исполнять этот закон. Так. Вы слышали? Это уже не один раз говорят об этом. Так. Кто в этом виновен? Поднимите руку. Я подумал сразу, что человека того здесь нет. Его и нет. Если батюшка с вами разговаривает, не отвечайте. Вы бы услышите. Я здесь стою, всегда все слышу. Люба Степана здесь. Нету. Вот кто оказывается. Никто не называл. Ничего. Почему ты говоришь, шапка горит где-то. Значит не разговаривать. Четко и ясно. Не разговаривать. У меня сестра рассказывает. Еду. Говорит. Ну я маленько. Может быть и нарушила. Не знаю. Говорит. Милиционер остановил и говорит. Ты нарушила. Плати. Ну а штраф то небольшой там. 25 рублей. Но 25. Мне бы только отдать ему. И все. Киргизия. Ну я сказал. Ну подумай что-то. Он говорит. 50 рублей штраф. Я говорю. Да я. Я поняла. Следующее слово мое будет. Уже 100 рублей будет. Я скорее бы поняла. Отдала. И скорее назад. Вот в Америке это четко и ясно. Я видел. Полицейский. На каком-то таком как байкер ездит на мотоцикле. Останавливает. Выходит девушка. А я стою недалеко. Я не слышал разговор. Но вижу. Что-то он достает. Что-то там пишет. Дает ей. Она села и он поехал. Я говорю. А что это было? Она нарушила правила. А в чем заключается? Он говорит в этом. А что делал? Он выписал ей счет. Так а почему она не оправдывается? А ей не надо оправдываться. Все зафиксировано. Она будет это делать в суде. Она поехала куда? У ней маршрут изменился. Она сейчас первый банк. Он ей выписал небольшое. 25 долларов. Но к вечеру будет 50. Поэтому ее задача немедленно рассчитаться. Сейчас. Скорее. И я это видел. И мне разъяснили это люди тамошние. Что это означает? Уважение к полиции, уважение к закону должно в ребенке закладываться. Я об этом постоянно говорю. Не надо спорить. Ну у нас у русских маленько не так. Нас остановили. Я пошел уговаривать и три раза почти вырвались мы. Ни штрафа, ничего не было. Мы просто пояснили. Почему мы? Там знак неправильно стоял. Он неправильно. За пределами деревни ограничение скорости наступило через три километра только. За холмами. Ну и прибавили мы. Ну нам и прибавили. Так что я вот сколько встречался с полицией, почему-то ну один раз такой был. То ли под наркотиком был он. Мы засняли его. Поговоришь и они все понимают. А вот в одном месте было такое. Он подошел. Ну и мы решили права покачать. Мы говорим, мы на каком основании вас задерживаете? На каком основании? У нас здесь идет сейчас остановка. Всех проверяют там. Но у вас должно быть основание. Покажите. Так вы не согласны открывать дверку. Так сейчас я вас загоню сюда. Вы до вечера будете стоять у меня. А вечером мы будем проверку вам делать. Все он меня накрыл. А Володя стоит и снимает. Стоит и снимает. И все заснято дело там. Не снимать где-то. А он не разговаривает снимать. Не надо ничего. Так видите к начальнику. И нас к начальству повели через дорогу. Это все заснято у нас. Когда завели тому начальнику. Я ему сказал. Мы едем такой-то груз. Мужа показали. То другое. У вас есть на него документы? Теперь аппарат могут изъять. А у него документа с собой нет. Он потерял его. А может он ворованный. Но они и займут его. Теперь будут справку наводить 8 лет. Тот начальник сразу дал указание. Отпустите их. А мы показали где мы бываем. Едем из Москвы. В библиотеке Ленина. Парламентской. Для них дешевле было нас отпустить. А этот-то. Он ничего не разобрался. Ничего. По вытяжке. Езжайте отсюда. У нас было такое. По наводке. Мы едем. Остановка. Так. Куда едете? Что везете? Так следуйте за нами. Наши права. В карман. И поехали. А мы за ними едем. Я рядом с Севастьян был за рулем. Я говорю. Ты только если сейчас сворачивай. Будут в лес куда. Не заворачивай. Ну едут они прямо. И районный центр. К милиции. Ну тогда мы за ними. А там нас ждут. Уже они сообщили. Выходят. Так. Из кабины. Так что везете? У вас оружие есть с собой? Нету. А что литература? Экстремистская есть? У нас нету. Так. Пройдем. А этот идет снимает. Кто у нас там снимал с нами был? Севастьян. А Сергей снимал. Да? Он Сергей Пупков снимал. Вот. Но когда мы уже стали проходить там где шлюз у них. Он говорит. Дальше у нас кабинет. Уголовную розыск. Там снимать нельзя. А его останавливают. Я говорю. Я с Севастьяном пошел. Я говорю. Плохо слышу. Я один не пойду. Ну второй зашел. Далее мы показываем документы. Они там уже вынимут в другой зал. Зашли сразу в компьютер. Выходит оттуда. Совершенно другой разговор. Дают нам сопроводительного. Вышел на улицу. Так по руке жмет. Так библиотека вот здесь вот. Уже закрывается. Вы скорее а то опоздаете. Мы вас тут задержали. Значит везде есть люди. Но мы все время ощущали вашу помощь. Молитву. Представьте. Что только что задержали. И говорят. Почему? Вы попали в разработку по наводке. На нас пожаловались где-то. Они нас ждали. И уже видимо на всех концах ждали. Но попали мы им. Меня в Москве нас же так ловили. И в метро поймали. Кричат. Он здесь. А дальше обыск. И опять отпустили. Поэтому присоединяйтесь к тем. Что у нас вся полиция. Все это разбойники и волки. Я не могу. В моей жизни почему-то всегда попадались хорошие. И начальник милиции здешний. Вальков. Он давал мне автобус увезти детей. Да мало того. Сам приехал. Да еще взял книгу на старкомном славянском. Стал читать. Я же когда-то читал на этом языке. Понимаете. Видимо все таки молитва это основное. Что помогает нам выйти из таких затрудительных ситуаций. Все у меня. Поблагодарим Бога. Поблагодарим Бога. Не забывайте. Это деньги на питание детям. Достойно есть теколы и стену. Блажите Тебя Богородицу. Крисно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херубин. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Слова росшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Брат, прочитай молитву, которую составили у нас. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников. От внутренних распред беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и на славного об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, «Авва, Отче!» Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А слава Божьей! Аминь. Безуси Христа. Безуси Христа. Сын и Святой библии. Аминь. Безуси Христа. Греша.